Приветствую вас, давайте я сейчас зачитаю ваш вопрос, и мы с вами его разберем. Значит, всем недовольство, что делать, если я постоянно всем недовольна, все, что я не делаю, мне мало, заработаю мало, это выматывает, как можно радоваться тому, что есть? На вашу проблему я предлагаю посмотреть через двойную, скажем так, призму, да, через призму двух моментов, и, пожалуй, первый момент, который мне представляется важным, действительно по-настоящему важным, это такой момент, значит, что вы и как вы вообще себя позиционируете. То есть удовлетворены ли вы тем, что, собственно, ну, вы делаете, нравится ли вам то, что вы делаете, делаете ли вы то, что делаете по собственному желанию или нет? Например, то есть как часто вы прислушиваетесь к себе, например, да? Вот, а как часто вы слушаете себя от тяги? Как часто вы делаете для себя то, что вам хочется, то есть насколько истинно то, что вы делаете? Насколько вы прислушиваетесь к себе, когда выбираете тот или иной план действий, когда вы занимаетесь теми или иными вещами? Насколько вы во всем этом прислушиваетесь к себе? То есть это первый момент, вот, знаете, есть так называемый сценарий жизни, вот, его, этот сценарий можно описать как жизнь без чувств. Вот у вас очень похоже на это, на жизнь без чувств. Я, конечно, не знаю, может быть, это и не так, но судя по тому, что я вижу, судя по тому, что вы пишете, я могу сделать предположение, что вы именно живете без чувств и в постоянном неудовлетворении. В постоянном неудовлетворении от себя, от своей жизни, от того, что вы делаете. Вот. И неудовлетворение здесь вызвано совсем не тем, что вы чего-то не достигли, что вы чего-то не добились и так далее, а неудовлетворение здесь скорее всего, скорее всего, связано именно с тем, что вы до конца принимаете себя такой, какая вы есть. Вот я так думаю. То есть вам постоянно нужны какие-то условия, вам постоянно нужны какие-то способы, какие-то факторы для того, чтобы сделать то, что нужно, для того, чтобы реализовать то, что вам нужно. То есть только тогда, только тогда вы будете чувствовать себя комфортно. Вот задайте себе вопрос. Вот вы говорите, что мне мало. Да, мало. Значит, мне мало. Мало для чего? Мало чтобы что? Да? С чего выходить это, собственно говоря? К чему стремитесь по итогу? Далее. Следующий аспект будет касаться того, что то, что вы делаете, то, чем вы занимаете, то, что вы используете для достижения своих целей, является, ну, скорее всего, не вашим. То есть вот, если вы делаете что-то и все равно не удовлетворены, то логично предположить, что то, что вы делаете, не является вашим волевым выбором. То есть то, что вы выбрали, не является вашим, ну, вашим собственным выбором. То, что вы выбрали, является скорее, ну, выбором кого-то другого. И это, в общем и целом, еще один повод считать, что вы придерживаетесь сценарного поведения. Да? То есть сценарное поведение, это какое? Это сценарное поведение, это поведение, когда вы, ну, не свободны. Вы не свободны в том случае, что делаете. Вот. И, соответственно, чтобы быть удовлетворенным, чтобы быть довольным, нужно пересмотреть абсолютно все, что вы делаете и все свои ориентиры. И отделить те ориентиры, которые, ну, вот, собственно, являются вашими от тех ориентиров, которые важными вообще не являются. Вот. То есть нужно, чтобы вы отделили одно от, собственно, другого. Вот. И тогда, тогда у вас будет гораздо больше шансов, значит, радоваться тому, что есть. Потому что пока что, пока что, то, что есть, вы не можете радоваться тому, что есть, потому что то, что есть, это не ваше. С другой стороны, с другой стороны, можно посмотреть на ситуацию немножечко по-другому вообще. Как именно? Вот. Вы говорите, что я не, я недовольна. Вот. Соответственно, если вы недовольны, то, ну, наверное, наверно. Наверно. Если вы недовольны, вы обращаете внимание на негативную сторону. Проблема. Вот. А что, соответственно, будет, если вы посмотрите на позитивную сторону. Просто на, будет смотреть на плюсы. Вот. Опять же, вы у кого-то ведь научились видеть только негатив. Ну, вот, в том, что происходит, в том, что, в том, что вы делаете. Вы же, вы же по ряду причин видите определенный заряд в ситуации. Вот. И мне кажется, что вот тот аспект, по которому вы видите именно негативный заряд, тоже нуждается в разборе. Потому что негативный заряд, он, у вас, он, ну, появился не просто так, на мой взгляд, да. Вот. Негативный заряд, он, вами усвоен от кого-то. Ну, ну, самый такой вероятный момент, это момент такой, что, например, ваши родители, да, либо любые нажимые фигуры в вашей жизни, они хотели вас, значит, защитить, ну, просто защитить от какого-то негатива в вашей, ну, в вашей жизни. Чтобы вы были, скажем так, защищены. Вот. И поэтому предостерегали вас от, ну, от каких-либо ситуаций. Вот. А вы решили, что это означает нечто более глобальное, чем вот есть на самом деле. По сути. Как мне, как мне кажется. Вот. И, соответственно, именно по этой причине, именно по этой причине вы и вот теперь видите все только в негативном свете и, собственно говоря, не готовы воспринимать как какой-либо позитивный аспект. То есть вы когда-то приняли решение не застрять свое внимание на позитиве, грубо говоря, только, а, значит, обращать внимание на негатив только. Вот. И, соответственно, у вас вот и возникла такая ситуация. То есть ситуация, при которой вы видите окружающее, ну, вот только так. И это решение тоже можно изменить. Методы, которые для этого существуют, да, то есть методы, вот, переориентирования. Это, например, возрастная регрессия и есть такой метод. Вот. Возрастная регрессия, ну, либо методика стуле по стольце. Вот. То есть это вот способ, который помогут вам изменить, значит, свое восприятие. Если вам лучше, ну, то есть разные методики, они пробираются под человека, да, то есть если, например, у вас больше, например, развито, скажем так, аналитическое мышление, да, когнитивный аспект, то, соответственно, здесь можно через когнитивную терапию подходить. К процессу. Вот. Но, в любом случае, опять же, задавая свой вопрос, да, вот такого типа, вам нужно понимать, вам нужно понимать, что за один, ну, вот, за один ответ, да, на ваш один вопрос, значит, вам не поможет, потому что, ну, потому что вы какое-то время жили вот, ну, в этом, вы какое-то время находились в этом состоянии, вы привыкли. Вот. И, кроме того, скорее всего, у вас есть количество выгода от того, что вы делаете, что, в общем и целом, тоже нужно обязательно раскрыть, то есть что есть эта выгода для вас. Вот. Вот. И что она из себя представляет, эта выгода, что вы получаете, вот, воспринимая реальность так. Об этом тоже нужно подумать, потому что это важный момент, вот. И, соответственно, если вы действительно, да, если вы действительно хотите разобраться с проблемой со своей, вот, то нужно работать, настраивайтесь на работу с психологом и, соответственно, во-первых, для себя ответить на вопрос, готовы ли вы что-то делать, потому что, ну, если вы, если вы не готовы, то, соответственно, работать нет смысла, вот. Вот. Мне кажется, что, там, несколько месяцев даст вам хороший результат, вот, если вы будете активно вовлечены в процесс. Вот. Пусть вас не бугает, нет слов, несколько месяцев, то есть, в принципе, несколько месяцев это, ну, раз в неделю, например, беседа будет, вот, по часу. Вот. Я думаю, что все можно будет поправить. Главное, что вы сейчас сами для себя ответили на те вопросы, которые я вам задал, вот. То есть, если вы на эти вопросы ответите, ну, вот, действительно, если вы серьезно пройдете к этому, а не так просто, вот, то вы себе дадите уже неплохой старт. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова